Но все эти люди объединены тем, что они живут вот в этом мегаполисе, в этом особом государстве, которые называются словом «Москва» или «Столица», которая есть отдельная вещь. И это, кстати говоря, в провинции, разговаривая, тоже ощущаешь. Там тоже есть свои деления, но «Москва» есть «Москва». — Да, да, да. Я это знаю, потому что меня в армии били по нескольким позициям, по разным предметы, частям тела, и по нескольким позициям меня били. Значит, ну, евреи с высшим образованием, но за то, что «Москвич» попадала отдельно. — За то, что «Москвич». Вот я просто хочу сказать, что, когда мы говорим о герметичности Москвы... — Но сейчас это даже больше, я думаю. — Но понимаете, какая штука? Половина людей, которые нынче элита московская, ну, вот вы, например, да не назовешь, правда, Петербург-провинция. — Ну, я и не элита, я и полумосковская, поэтому всё, хотя я Москву очень люблю. — Ну, возьмём Гришковца, того же, да, который сегодня уже московская творческая элита, безусловно, да. Москва его с радостью просто обняла, приняла в себя, да, и вот он уже здесь. Я не вижу никакой особенной герметичности, тем более, что по моим, ну, не по моим, а просто по... Вот если глянемся вокруг, то мы увидим, что, наверное, процентов 60-70, так сказать, людей, творческой, художественной, политической элиты, это впитанные из провинций, из разнообразных провинций и ставшие москвичами. — Я бы Жене Гришковцу, как и другим людям, которые приехали из провинций разных, сказал, что это опасный момент. Москва действительно город купечески широкий и гостеприимный, пироги пекут и очень любят приезжих, пока они не остаются тут жить. Как только они остаются тут жить, становится всё гораздо... Всё очень сильно меняется. И тут нужно очень быстро сориентироваться и выбрать одну из местных элит и в неё попытаться войти. — Как говорил ваш персонаж, скоро ваши рыжие кудри примелькаются, и вас начнут бить. — Просто бить, да. Тут нужно либо вписаться в своё же землячество, либо в определённый клан. А вот, так сказать, такую свободу самостоятельности, одинокой прелестной самостоятельности, которую ты чувствовал в Москве, когда ты был приезжим, она очень быстро кончается. И дальше за эту самостоятельность придётся крепко платить. Все свободны. Программу подготовил и ведёт Виктор Шендерович. Впервые в эфире 5 февраля 2004 года. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Эта программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня мой гость в студии Радио Свобода в Москве — Сергей Юрский. Без чинов, званий и даже статусов, потому что их набралось очень много. Я из интернета вынул актёр, режиссёр, писатель, драматур. Как ни крути. Общественный деятель. Просто Сергей Юрский. И, Сергей Юрьевич, добрый день. Ну вот сперва поздороваемся с вами, Виктор Анатольевич. Рад вас видеть. Это взаимосвязь. Совершенно. Многоважаемый господин Юрский пишет. Аркадий Кайданов из Валенсии. Из Валенсии? Из Валенсии. Так, так, так. А нет, можно писать из Валенсии. Ничего, сегодня уже можно. Уютно ли вам в нынешнем времени? Спрашивает Аркадий. Я даже не имею в виду время президентства Путина. Прошу оценить ваше самоощущение. Литератор, актёр, режиссёр. В период с начала 90-х. Отзывается ли ваше слово? Вот такой первый. Замечательный, по-моему, вопрос. Вопрос очень сильный. И отвечу на него не двумя словами тогда. Потому что это ничего себе с 90-го года. 90-е годы я всегда в наших беседах называл самыми плодотворными в моей жизни. Потому что ещё были силы и уже появились более широкие возможности. Поэтому было очень много сделано и, мне кажется, не бессмысленного, достаточно ценного для того, чтобы выразить то, что накопилось за прошлые десятилетия и то, что было новыми впечатлениями. Но сегодня я не хочу говорить о десятке лет или о пятнадцати годах. Я хочу говорить о последних трёх месяцах. То есть об этом годе, 2004. Я вообще всё время оказываюсь таким дежурным пессимистом на телевизионном экране и на радиоволнах. И вот сегодня у меня другое ощущение. Несколько поездок, которые были по стране с концертами, со спектаклями за эти месяцы дали необыкновенные впечатления от людей, от отдельных людей, от того, что я узнал, от того, что люди прислали, что люди делают. Я понял, что не просто бьётся пульс мысли, а Россия рождает там, в самых глубинках, в самых странных, казалось бы, богом забытых местах. Потому что иногда вся Россия, когда ты по ней ездишь, кажется богом забытым местом. Но в самых действительно уже забытых местах замечательный уровень мышления и свершения ума, чувства, таланта. А вот можно вот здесь подробнее? Просто интересно. Да, конечно. Я просто... Вот всё то, что было за последнее время. Мой друг Марлен Каралов, один из членов жюри, который ведёт конкурс от общества «Мемориал» и от краеведческих обществ, где пишут молодые люди, школьники, пишут работы. Узнав о том, что он мне говорил, я был потрясён, я попросил дать мне несколько работ. Я вам назову, что есть некая Екатерина Евдокимова, 11 класса, из села Тамбовской области. Я прочёл её работу «Сбереги чистый дух в этом истинной сила». Это работа около 100 страниц печатных, это исследование не апологетическое, а нейтрального человека, который пытается понять, что происходит, об истинных православных христианах. То есть, ну скажем, не будем обзываться, но скажем слово о секте. Но это история секты и живых людей, которых она знает. С 20-х годов это всё существует, и противоречие того, что она наблюдает, она не пытается их разрешить и сказать, это правильно, это неправильно. Гонение на этих людей, судьбы этих людей, дух этих людей – это совершенно поразительное произведение. Я читаю другое, некая Валерия Остроумова, 9 класса ученица, пишет произведение на 100 страниц. «Враг или жертва». Она из города Мончегорска, Мурманской области, где исследуют женщину русско-эстонского происхождения, её биографию и в связи с этим проблемы, которые сегодня одна из важнейших – насильственной миграции. Поразительная работа. Это то, что я не вижу реальности, это до меня доходит в виде произведений, но они меня потрясли, и я вижу. Это школьники. Это совпадает с телевизионной передачей «Умницы и умники», которую я смотрю. Прекрасная передача. Но вот ещё добавочные вещи. Это не ответ на вопрос, а это работа и исследования. Я еду в город Мариуполь. Ваш персонаж сразу вспоминается. Мариуполь. И сталкиваюсь там с неким Игорем Гапоновым, который уже три года меня туда вызывал. Но я сталкиваюсь с поразительным уровнем зрителей, с 10 лет существующим клубом интеллигенции «Донецк-Мариуполь» под названием «Диалог», ежедвухнедельным клубом, который без перерывов 10 лет работает. Я сталкиваюсь с этими людьми, и я совершенно прихожу в такое возвышенное изумление об уровне этого дела. Я еду в город Брянск. С Тинякова играем там стулья на фестивале «Знаки времени». Я вижу фестиваль модернистического искусства, международный. Я встречаю, там ходит какой-то итальянец, который написал какую-то невероятную музыку электронную. Это сам, который приехал в Брянск и показывает её там. За ним идёт фильм, который показывает там. Это всё происходит в Брянске, и всё это делает женщина по имени Люба Пчёлкина. Это реальный человек. Я приезжаю в Питер и получаю, могу просто показать. Ольга Седокова, одна из самых умных женщин и одна из самых поразительных поэтесс и философов наших. Вечер, который устраивает Свято-Петровское братство в музее Ахматовой. Я только билет читаю. Я не мог быть на вечер, потому что у меня у самого был концерт в этот день. Но я читаю только билет, встречаюсь с этими людьми. И я понимаю, что вот только что умерший Сергей Сергеевич Аверинцев, который, казалось бы, обращался к векам, что ли, потому что всё это как-то сложно. Нет, эти все люди, все названные, и, наверное, я ещё могу назвать, просто я не хочу быть слишком длинным. А для них, для всех этот уровень мышления, эта проблематика, она для них родная. Они на этом уровне. И это везде, не буду сейчас перечислять. Поэтому я нахожусь в странном состоянии после многих лет пессимизма на время, а именно, скорее, на время нашей передачи. Я нахожусь в состоянии того, что не то, чтобы это всё разовьётся и будет. Я вижу всё, что происходит, и оно меня крайне огорчает и тревожит. Но зёрна откуда-то падают, и они не умирают. Не бывает напрасно прекрасное, как сказано в одном стихотворении «Юный морец». Нет, конечно, никуда оно не девается. И ваше сорокалетнее, боюсь соврать, присутствие, в том числе, подтверждение того, что ничто никуда не девается. У нас звонки. Пожалуйста, вы в эфире. Вы знаете, я вот вспоминаю, почему Сергея Юрского, потому что я вспоминаю свою, так сказать, молодость, середину 70-х и конец этих годов в Питере. Мало кто знает, что там творилось. Было какое-то там дело в 60-х годах, университетское, которое кончилось, в общем-то, растилами, на самом деле. Об этом почему-то мало кто говорит. Вот, и было все так тяжко, и я знаю, что Сергей Юрский уехал потом из Питера. Вы университетский человек? Вы связаны были бы с нами? Да, я потом в 80-х уже, когда пытался, да, я на матмехе учился, но потом я к этим, к гуманитарным наукам что-то сильно пристрастил. Понимаю, но я уже тогда расстался с университетом, я только что сейчас ездил на университетские мероприятия, юбилей нашей драмы, но я не знаю об этом деле 60-х, поэтому мне трудно судить. Вот, ну, все-таки, раз уже тему затронут, то вот этот переезд тогда в Москву, о нем тогда уже много говорилось, сильно тяжелее было в Питере? Еще хуже, чем в Москве? Это было так заметно? В Питере было мне тяжелее, не одному мне, но мне конкретно тоже, да. Почему? Такой, может, наивный вопрос? Нет, наивный совершенно. Это было, ну, тем не менее. Для актера это выражается в простейшей вещи – запреты на деятельность. И поэтому, ну, как, вы тоже это знаете, Виктор Дамбург. Что-то мне более-менее знакомо уже в Москве. Ну, так вот, видите, да, запрет на деятельность, причем произнесенный, сформулированный, не тайный. А вот это интересно, потому что об этом я не знал. Романов кто формулировал, как формулировалось? Нет, Романов это на него все валит. А вообще, говорят, так сказать, люди показывали пальцем вверх и говорили оттуда. Но говорили руководитель радио, руководитель телевидения, руководители газет о запрете этой фамилии. Все. Чем провинились? Этого я не знаю. Видимо, множественность. Нет, ну я... Потому что у меня не было тайной деятельности никогда. И вообще... Ну, кроме того, что играл в Чацко и говорил эти слова. Я играл все так, как я полагал, что должно играть. Я работал в театре такого человека, как Товстоногов, который полагал, что он делает то, что он должен делать. Но, к сожалению, я не могу похвастаться тем, что я был диссидентом. Я не был диссидентом. Я был человеком вольномыслящим, больше ничего. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. У нас есть еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Татьяна Москва. Здравствуйте. Привет. Большое спасибо Юрскому за то, что он рассказал о том, что происходит в провинции. К сожалению, мы очень мало об этом знаем. Москва фантастически эгоцентрична и не хочет и не желает знать о том, как реально живут люди в провинции. И все разговоры о формировании гражданского общества носят достаточно герметичный сектантский характер, к большому сожалению. Правильно, правильно говорите, по-моему, да. Вот. И вы знаете, я даже обратила внимание на то, что вот вчера был митинг демократических сил. К большому сожалению, в силу Ряда Печина не смогла сам пойти. Очень переживала и хотела просто узнать, что и как там было. Сюжет на первом канале две секунды. По второму мельком пробежала камера. На демократическом эхо Москвы выступление только Виктора Анатольевича Шендеровича. На радио «Свобода» все-таки вспомнили о том, что митинг был инициирован яблоком. То есть вообще ничего не происходит. Нам пытаются подать эту реальную действительность, такую, как она отображается в средствах массовой информации. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Вопрос, я думаю, понятен. Ну, я не сторож брату своему, но даже удивительно, что хоть две секунды показали по первому каналу. Я думаю, причина здесь та, что просто, видимо, телевидение имеет какую-то разнарядку показывать многими 10-минутными, 15-минутными, 20-минутными выступления Рогозина ежедневно по всем каналам и много раз. И поэтому тесно очень. Да, не укладываемся в метраж. Не укладываемся. Ну, вы знаете, у меня своя есть версия вот и по поводу Рогозина, и по поводу 10-минутных сюжетов с Путиным, со спортсменами, с доярками и так далее. У меня есть своя версия, я думаю, даже забавная. Дело не в том, что есть какая-то разнарядка. Не, что кто-то из Кремля там велел показать. Нет, это я шучу, разумеется. Я думаю, что идет соревнование, ведь грозит, не грозит, а в перспективе, что должен быть один какой-то канал государственный. Идет большая война между начальниками первого и второго канала, кто будет, собственно говоря, у руля. Поэтому идет хрометраж внутренний. Они сколько минут показывали Путина? Восемь? Значит, мы девять. На следующий день дети смотрят, Путина девять, давай двенадцать дадим. Это происходит на этом уровне, я думаю, без всяких разнарядов. Так, по большому счету. Но вы еще профессионально смотрите телевизор, я просто меньше его смотрю. Нет, я сейчас, я переключился на спортсменов и животных, на самом деле. Я смотрю новости только по работе, когда нужно делать программу. А вот насчет герметичности Москвы, и вы, так сказать, подтвердили. Согласен, согласен. А какую Москву мы имеем в виду? Когда говорится, что Москва высокомерна, эгоцентрична, герметична. Мы кого имеем в виду, когда говорим слово Москва? Как ни странно, этот гигантский город, в котором очень много людей элитно богатых, или элитно мыслящих, или, так сказать, ну, признанных, верхушка, и очень много людей, и бедных, и во всех смыслах бедных, трудноживущих, долго ездящих до работы и обратно не имеющих денег, то есть все есть, но все эти люди объединены тем, что они живут вот в этом мегаполисе, в этом особом государстве, которое называется словом Москва, или столица, которая есть отдельная вещь, и это, кстати говоря, в провинции, разговаривая, тоже ощущаешь. Там тоже есть свои деления, но Москва есть Москва. Да, 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 я это знаю, потому что меня в армии били по нескольким позициям, по разным предметы, частям тела, и по нескольким позициям меня били. Значит, ну, евреи с высшим образованием, но за то, что москвич попадал отдельно. Отдельно, за то, что москвич. Вот я просто хочу сказать, что, когда мы говорим о герметичности Москвы... Но сейчас это даже больше, я думаю. Но понимаете, какая штука? Половина людей, которые нынче элита московская, ну, вот вы, например, да не назовешь, правда, Петербург провинцией, но тем не менее. Я не элита, ну, да, и полумосковская, поэтому всё, хотя я Москву очень люблю. Ну, возьмём Гришковца, того же, да, который сегодня уже, московская творческая элита, безусловно, да. Москва его с радостью просто обняла, приняла в себя, да, и вот он уже здесь. Я не вижу никакой особенной герметичности, тем более, что по моим... Ну, не по моим, а просто по... Вот, если глянемся вокруг, то мы увидим, что, наверное, процентов 60-70, так сказать, людей творческой, художественной, политической элиты, это впитанные из провинций, из разнообразных провинций и ставшие москвичами. Я бы Жене Гришковцу, как и другим людям, которые приехали из провинций разных, сказал, что это опасный момент. Москва действительно город купечески широкий и гостеприимный, пироги пекут и очень любят приезжих, пока они не остаются тут жить. Как только они остаются тут жить, становится всё гораздо... Всё очень сильно меняется. И тут нужно очень быстро сориентироваться и выбрать одну из местных элит и в неё попытаться войти. Как говорил ваш персонаж, скоро ваши рыжие кудри примелькаются, и вас начнут бить. Просто бить, да. Тут нужно либо вписаться в своё же землячество, либо в определённый клан. А вот, так сказать, такую свободу самостоятельности, одинокой прелестной самостоятельности, которую ты чувствовал в Москве, когда ты был приезжим, она очень быстро кончается. И дальше за эту самостоятельность придётся крепко платить. Это мегаполис, как Париж в 19 веке. Я хочу сказать не только в 19 веке. Я думаю, что все столицы ничего не имеют общего к своим странам. Нью-Йорк – это тоже не Америка, как вы понимаете. Ну, там я меньше всё знаю, правда. Ну, тем не менее, я слышал даже американский анекдот, когда ещё были эти башни-близнецы, про то, что фермер из Техаса своего сына привёз в Нью-Йорк на смотровую площадку. Это вот, видишь, сынок, на Манхэттен-показ. Так вот, запомни, это не Америка. Это мне рассказывали американцы, это американский анекдот. Строго говоря, это можно рассказать и про Россию. Юрскому «Ура!» пишет Лариса из Подмосковья. Присоединяюсь. А у нас три звонка. Три звонка. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Здравствуйте. Я вас очень-очень рада слышать. Я вам хочу вот такой вопрос задать. Вы знаете, вот вы не могли бы оценить фильм «Идиот». Вот его все так превозносят. Я посмотрела, я начала смотреть первую серию, и дальше я не смогла смотреть. Потому что Евгений Миронов, ну, я не знаю. Ваша оценка понятна. Передаём слово Сергею Юрьевичу. Мне очень нравится этот фильм. Он для меня в какой-то мере искупает понятие сериал, которое, вообще говоря, опасно для моего искусства, которым я занимаюсь в 50 лет, для актёрского. А здесь, мне кажется, что Достоевский, правда, выглядит, ну, что и есть просто автором детектива, и вполне годится для сериала в данном случае. Но работа Жени Миронова, мне кажется, одна из самых выдающихся работ в последнее время. Особенно рядом с другими его работами, столь непохожими, в это же время сделанными. Но там и Чурикова, там и Басилашвили, там и Петренко. Потрясающе. Актёры, которые, ну, высокого класса актёры, но такого уровня, да ещё в букете, они давно не представляли. И Лазарев-младший, там просто всё. И всё это, надо сказать, поклон режиссёру Бортко, который и в других работах показал, что он высокого класса режиссёр. И в какой-то мере, на время, ещё раз говорю, он для меня оправдал слово «сериал». Замечательно. У нас ещё звонки, как я предполагал. Пожалуйста, вы уже... Можно я скажу уже? Да, уже вы говорите. Владимир Мамонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Санкт-Петербург. Нью-Йоркскому, конечно, я вас знаю. Но если вы представляете, как я знаю, большой драматический театр, если я знаю, кто-то, как Кибардина, я её видел. О, да. Представляете, насколько я глубоко. О, да. Я не представляю, а Сергей Юрьевич закивал. Сори, 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 мне некогда подождите, Виктор. Извините, вы молчали. Сори. One second. Значит, господин Юрский, вас спрашивали, а почему вот так, что случилось с Большим театром? Я могу немножечко сказать вот такую мысль. Простите, пожалуйста. У нас... Нет, 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 одну секунду. Сейчас мы с вами будем брониться в эфире. Дело в том, что есть время на вопрос до новостей. Задайте, пожалуйста, вопрос Сергею Юрьевичу. Да, Сергей Юрьевич. Дело в том, что ваше падение было из Большого театра, то есть вас оттуда вынесли. Благодаря же, вы знаете, когда вы поставили Булгаков... Можно ли дождаться от вас вопроса? Есть ли вопрос у вас? Нет вопроса? У нас есть другой звонок, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый вечер. Это я? Да. Здравствуйте. Вы знаете, нет, я не хочу ни вопрос. Можно я скажу большое спасибо Сергею Юрьевичу за его передачу «Три поколения». Я с удовольствием слушала, особенно последнюю. Последними словами подписываюсь. Большое ему здоровье, всего самого лучшего, всего самого хорошего. И пусть он почаще к вам приходит в гости. Спасибо. Спасибо. Еще звонок, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела выразить свое уважение Сергею Юрьевичу и сказать, что Сергей Юрьевич редкий пример удивительной независимости в крайне зависимой профессии. Вот как это вам удается? И надо ли чем-то жертвовать ради этого? Вот я знаю два таких примера Сергея Юрьевича и Олега Ивановича Борисов. Спасибо большое. Я придаю слово Юрьскому. У вас 50 секунд на ответ. Никогда не надо ничем жертвовать, отдавая взамен независимость. И актерская профессия, если это профессия художника, то она имеет тайную свободу. Вот ее сохранять я желаю моим молодым коллегам. На этих замечательных словах мы прерываемся на выпуск новостей. Мы вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Голосовой помощник Радио Свобода. Привет! Это Маруся. Хорошие новости? Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке Капсула. Просто скажите Маруся, включи Радио Свобода. Свобода становится еще ближе. В эфире архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Все свободны. Гость Виктора Шендеровича, актер Сергей Юрский. Я знаю, что мои гастроли, допустим, в Саратове разные годы. В одном участке города это было недопонимание взаимное, а в другом участке города это была необыкновенная радость. И последнее мое посещение Саратова и их Нейгаузовский фестиваль, который я не упоминал, и зритель этого фестиваля, и Альберт Тараканов, выдающийся пианист, руководитель этого фестиваля, и круг его знакомых, и круг музея изящных искусств этого города Саратова, и Тамара Градского, директора этого музея. Это круг интеллигенции высшего класса. И, соответственно, этому зал, в который ты приходишь, там сидит сотня людей, но это люди определенного круга. Можно оказаться в чужом кругу, потому что мы же не забываем, все-таки, что я говорю, называю фамилии, там, работы, школьники, все. Но царство это, царство чего? Царство поп-искусства, или, говоря грубо, попсы. И это царство имеет гигантское количество подданных, и с этими подданными все то, что я перечислял, не совпадает. Вы пытаетесь расширять, так сказать, интервенцию в сторону попсы, осуществлять в сторону людей, которые это слушают, это смотрят? Или вам достаточно, у вас есть вполне огромный круг своих читателей и почитателей? Я всегда был демократом в этом смысле. То есть я принадлежал всегда к театрам большим, академическим, с большой сценой, с большим зрительным залом. Я делал свои концертные программы для большой аудитории, для того, чтобы смешались те, кто это заранее понимает, о чём пойдёт речь, и те, кто случайно зашли. И те, кто видели меня в кино, и им понравился дядя Митя из «Любовь и голуби», они говорят, а как там дядя Митя будет, что он делает? Одни удивятся, что дядя Митя читает Мандельштама, а другие скажут, а может, тут связь какая-нибудь есть? Поэтому я им оставляю возможность присоединяться. Сам, ну что же, я уже в возрасте, и так скажу, осуществлять интервенцию. Как Фамусов говорил, не по летам, да? Да, не по летам, да. Скажем, сделать такую поездку, как сделал великий Рихтер со своим фортепиано японским по всей стране. Сколько там было? Что-то 50 концертов от Калининграда до Камчатки. Я нечто подобное делал в более молодые годы, сейчас я уже не в силах. Нет, я просто надеюсь, что сохранится этот круг, который есть везде в этом гордость России. «Все свободны» – программу подготовил и ведет Виктор Шендерович. Впервые в эфире 5 февраля 2004 года. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в нашей студии Сергей Юрский. «Я знаю, что вы верующий человек», – пишет Наталья из Москвы. «Трудно ли актеру быть верующим человеком и пессимистом?» Вот когда-то такие темы возникают, то я одно могу сказать, что это для специального разговора превращать радио и вот такую воскресную передачу в слишком большую откровенность или в слишком большое углубление, мне кажется, непозволительно. Я благодарен за вопрос. Отвечу на него и скажу – трудно. Всякое дальнейшее – это уже диалог, в который мы должны с вами вступить, а у нас с вами на это нет времени. Вернемся к теме, на которой закончили предыдущие полчаса, про независимость, которой нельзя жертвовать. Вот тут замечательное письмо с иронией такой. Я сэнтонирую, поскольку пишут мне. «Хочу спросить известного борца за чистоту культурных рядов Шендеровича. Как он относится к тому факту, что Людвиг Ван Бетховен многие свои произведения посвящал властителям, страстно желал их положительной реакции и вознаграждений, преподал, как у вас говорят, к плечику? Упрощая вопрос до предела, сформулирую так. Мог бы Бетховен, живем в эпоху Шендеровича, претендовать на вашу дружбу и как результат быть гостем передачи «Все свободны»? Или бы вы презирали его, как американские музыковеды Шостаковича?» Спасибо. Спасибо за вопрос. Ничего себе вопрос. Значит, я должен отвечать за Людвига Ван Бетховена. Должен немножко вступиться за Людвига Вана Бетховена. Значит, он не преподал к плечику. Он восторгался Наполеоном и посвятил ему Третью героическую симфонию, как известно. И потом, когда Наполеон стал императором, объявил себя императором, именно в этот момент Людвиг Ван Бетховен, как известно, снял посвящение с партитуры. То есть не преподал к плечику, уважаемый мой корреспондент, отнюдь. Наоборот, он восхищался, он мог заблуждаться вместе с половиной человечества. Тогда, по поводу Наполеона. Наполеоном восхищались и не только Людвиг Ван Бетховен, а Сергеич Пушкин тоже восхищался. Мало ли кто им восхищался. Но есть люди, которые сугубо не восхищались. Например, Верещагин. Договорите, я хочу вступить в это. Я просто хочу сказать, что одно дело заблуждение, одно дело быть очарованным тем или другим политиком, а другое дело... Одним словом, не будем всё-таки Людвиг Ван Бетховена делать из него музыкального варианта Глазунова или Церетель. Всё-таки немножко другой уровень заблуждений, скажем так. Заблуждение гения. Это другой разговор. Мне кажется, что они идут по другому разряду. Сергей Юрьевич, вы хотели? Я бы хотел сказать, что не только заблуждение. Мольер почти все свои пьесы посвящал либо королю, когда осмеливался, либо королевским особам. И делал это не потому, что, ой, меня побьют или я не пройду, а потому, что он был монархистом. Господа, нельзя применять сегодняшние демократические устремления мира к другим эпохам. Демократия не так давно возникла. Человек себя чувствовал вассалом верховного правителя, и верховный правитель был для него божественным явлением. И никаких возражений не вызывал. И это было действительное почтение к высшей особе. И это длилось множество веков. И это не мешало внутренней самостоятельности человека. Это связано с той темой, которую мы затронули. Внутренней независимости, тайной свободе. Но это не значит, что пока были короли, цари или вообще верховные руководители, то каждый, кто говорил, ну, скажем, низкопоклонные слова, они всегда были неискренними. Я сейчас острую вещь скажу, но не будем настаивать. Но когда словословили или пытались словословить Иосифа Леонидовича Сталина, наши люди, которые теперь оказываются постфактум в лагере протестантов или неприемлющих, включая сюда и Булгакова, и Пастернака, и даже Мандельштама, я уж не говорю о Маяковском, то это было не то, что, ой, меня арестуют, поэтому я скажу хорошие слова. Вовсе нет, это была вписанность в ту египетскую пирамиду власти. В желании славы и добра, гляжу на вещи без боязни. Тут разные очень вещи. С одной стороны, пушкинский, допустим, демократизм и самостоятельность, или я сам, с другой стороны, я потомок тех самых дворян, которые всегда служили русским царям. И то, и другое. Это просто другое время. Нынешнее демократическое время, когда в конце концов говорят, а ты кто такой, кому угодно, это просто другое время. Замечательно. Вот еще интересная тема по поводу свободы слова. Вот ваша оценка, господа, пишет некий Крэнк, откуда, не знаю, подписался так. Ваша оценка, господа, действия американцев в Ираке, в частности, тех, что на фотографиях распространенных CBS. Речь идет о пытках в Ираке. Вот то, о чем сегодня известие говорят все время. Да, о чем все время говорят известие. Я бы, поскольку мы находимся в России, и, ну, чего мы будем пинать ногами американцев, можем попинать, но штука-то в том, что они сами себя пинают, поскольку у них имеется независимая пресса, извините. И в ABC, на телекомпании, вместо выпуска новостей показали только что фотографии всех погибших в Ираке. А на CBS, как говорится, фулл-тайм, все время показывают эти кадры этих пыток. Это то же самое, что репортаж из фильтрационного лагеря в Чернокозово, в Чечне, в программе Вести. Вы это можете себе представить? Я не могу. Садисты есть во всех странах, во всех армиях мира, найдутся эти садисты. Вопрос в том, что общество может этому противопоставить. Наше сегодня ничего не может противопоставить. Американское общество может противопоставить, в частности, телекомпанию CBS, которая это показывает. Это означает, что будьте уверены, эти люди будут наказаны. И наказаны по всей строгости закона. Так что нам нужно, мне кажется, не ехидничать по поводу американцев, которые садисты, а еще раз протереть глаза и понять связь между независимыми СМИ, средствами массовой информации, между свободой печати и достоинством нации. И я думаю, что дай нам Бог дожить до того времени, когда на главных телевизионных каналах российских мы будем показывать такую, такого размера правду о себе, какую сегодня показывают американские и британские каналы о себе. Дай Бог еще, чтобы таких все-таки ошибочных акций, как случилось с вторжением в Ирак и преждевременным ощущением победы, было меньше или лучше бы их не было. Черт, Анат, тут мне сложно, у меня гораздо более сложное, если говорить о политике, собственно, отношение к этому. По второй части возражений нет. Ощущение победы, ну это, так сказать, прыгнули на вьетнамские грабли, как мы прыгали на афганские в Чечне. Это про ту речь. А что касается вот вторжения и оценки вторжения, я уже говорил свою позицию по этому поводу. Штука в том, что в политике нету, к сожалению, как в этике, выбора между добром и злом. Есть выбор между злом и злом абсолютно. Мне кажется, выбор, к сожалению, такой. Ежедневный политический выбор, он именно такой. Да, вторжение чудовищное. Вопрос в том, что мы не можем знать, что было бы, если бы не было вторжения. И что если бы Саддам, что бы он еще мог сделать, да, и что бы он захотел сделать и смог бы сделать. Это то же самое, как с шейхом Ясином, да, гораздо более, может быть, очевидный пример, да. Бессудная расправа, бессудная, да. Вопрос только в том, что выбора сегодня, с моей точки зрения, практически нет у Израиля, да. Потому что цивилизованный мир и ООН фактически давным-давно выступают на противоположной стороне. Я уже не говорю о Советском Союзе, который всю эту банду кормил, поил, так сказать, с руки много лет. Так что тут для меня все не так очевидно. Вернемся к теме сегодняшней, вернемся к нашему гостю. Уважаемый Сергей Юрьевич, пишет Станислав, я с удовольствием смотрел фильм «Пятый ангел». Дальше некоторое количество добрых слов о вас, я их вам потом покажу. А дальше вопрос. Там играл во второй серии молодой парень Александра Стреляна. Не родственник ли это Анатолия Стреляна, сотрудника Радио Свобода? Знаете ли вы что-нибудь про это? Это скорее, может быть, знаете вы, Виктор. Нет, нет, я не в курсе. Нет, я не знаю. Я не в курсе. Дальше удивительный вопрос. Космогонию, космологию, извините, современного театра. Я, Алексей из Москвы, пишет, я, честно говоря, мало что понял, я не так образован. Но вот из той части вопроса, которую я могу понять, что в эстетике нынешнего театра представляется вам перспективным по форме? Резкий переброс темы, да? Да. Я думаю, что современный театр так сильно занят формой, что то, за что наше поколение боролось, и то, что нам говорили, что ой, это формализм, и смотрите, вы сюда не идите. Но теперь это развелось так, что я полагаю, что пришла пора подумать о содержании. В современном театре мне не хватает содержания и умения играть по тем нотам, которые написал автор. Иногда это специальная какофония, что называется, подготовленный рояль. А иногда это просто непонимание нот, которые написаны, потому что всё разрешено, и раз форма такая придумана режиссёром, то содержание может быть как угодно подавлено. Поэтому, по-моему, проблема не формы, проблема возвращения к тому, о чём мы говорим, кому и зачем. Андрей Владимирович из Москвы спрашивает про ваш моноспектакль по Бродскому «Муха». Пишет, что этот спектакль гениальный. Где продолжение, спрашивает Андрей Владимирович. Так, это же написал маленькую поэму Иосиф Бродский, а какое же продолжение. Эту поэму очень трудно читать, я всего исполнял её, может быть, десяток раз, не больше, и её очень трудно слушать. Поэтому я берегу зрителей, не всякий зритель выдержит это весьма трудное произведение. Я редко иногда думаю, вот этот зал может это выдержать. И тогда я рискую это показать. Но я вообще сейчас редко выступаю. — Где можно купить кассету с записью Евгения Негина в вашем исполнении? — Сам покупал не так давно, поэтому знаю. В доме книги на Новом Арбате, в гигантском новом доме книги, где имеется гигантский отдел видеокассет. Там имеется... — Это видео? — Это видео. Восемь серий, это восемь фильмов. — Замечательно. Леонид Владимирович просит передать вам, что ваш жизнеутверждающий пессимизм прекрасен, особенно в сопоставлении с жизнеотрицающим оптимизмом, который мы переживали десятки лет. — Да, спасибо. Взаимно. — Татьяна пишет, письмо Татьяны. Есть ли сегодня в России харизматические личности, и кто, на ваш взгляд, таковыми являются? — Есть. Я просто это знаю. Вопрос в том, что харизматические личности у нас в период советский, они должны были быть обязательно всесоюзными. Всесоюзный герой, герой Советского Союза, всесоюзный старост, что-нибудь всесоюзное такое. А теперь есть люди, на которых, опять-таки, регионально ориентируются, и эти люди имеют прочный запас внимания, уважения, и они могут влиять, они влияют. Я бы мог сейчас опять-таки уйти в разные края, допустим, в Архангельскую область, где я знаю такого человека. Я мог бы в Москве назвать таких людей, авторитетных по-настоящему, но не стану просто количеством умён наполнять передачи. — В продолжение этого вопроса следующий от Георгия. Наблюдали ли вы различия столичных и провинциальных зрителей в их запросах? Различия зрителей в их запросах, столицы и провинции? — Да, они очень разные. И не только просто провинции одно, а Москва другое. А разная провинция, разное время и разные круги внутри города, смотря в каком зале ты выступаешь. Я знаю, что мои гастроли, допустим, в Саратове, в разные годы, в одном участке города это было недопонимание взаимное, а в другом участке города это была необыкновенная радость. И последнее моё посещение Саратова и их Нейгаузовский фестиваль, который я вот не упоминал, и зритель этого фестиваля, и Альберт Тараканов, выдающийся пианист, руководитель этого фестиваля, и круг его знакомых, и круг музея изящных искусств этого города Саратова, и Тамара Градского, директор этого музея, это круг интеллигенции высшего класса. И, соответственно, этому зал, в который ты приходишь, там сидит сотня людей, но это люди определенного круга. Можно оказаться в чужом кругу, потому что мы же не забываем всё-таки, что я говорю, называю фамилии, там, работы, школьники, всё. Но царство это, царство чего? Царство поп-искусства, или, говоря грубо, попсы. И это царство имеет гигантское количество подданных, и с этими подданными всё то, что я перечислял, не совпадает. Вы пытаетесь расширять, так сказать, интервенцию в сторону попсы, осуществлять, в сторону людей, которые это слушают, это смотрят? Или вам достаточно, у вас есть вполне огромный круг своих читателей и почитателей? Я всегда был демократом в этом смысле. То есть я принадлежал всегда к театрам большим, академическим, с большой сценой, с большим зрительным залом. Я делал свои концертные программы для большой аудитории, для того, чтобы смешались те, кто это заранее понимает, о чём пойдёт речь, и те, кто случайно зашли. И те, кто видели меня в кино, им понравился дядя Митя из «Любовь и голуби», они думают, а как там дядя Митя будет, что он делать? Одни удивятся, что дядя Митя читает Мандельштама, а другие скажут, а может тут связь какая-нибудь есть? Поэтому я им оставляю возможность присоединяться. Сам, ну что же, я уже в возрасте, и так скажу, осуществлять интервенцию. Как Фамусов говорил, не по летам, да? Да, не по летам, да. Скажем, сделать такую поездку, как сделал великий Рихтер со своим фортепиано японским по всей стране. Сколько там было? Что-то 50 концертов от Калининграда до Камчатки. Я нечто подобное делал в более молодые годы, сейчас я уже не в силах. Нет, я просто надеюсь, что сохранится этот круг, который есть везде в этом гордость России. А вот насчет того, что мы растворены в попсе и в ее поклонниках, это факт, это факт печальный, и этот гигантский слой, он увеличивается. Потому что количество этого, обрушивающееся в журналах, в средствах массовой информации, в записях, в кассетах, в автомобилях, которые едут по городу, это миллиардное количество. Это программа «Все свободны». Наш сегодняшний гость, как вы догадались, даже если выключить несколько секунд назад, Сергей Юрский. Его голос перепутать невозможно, у нас звонки. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Юрьевич, вспоминаю 1976 год, когда прилетела в Ленинград на ФПК, я преподавателем института была из Омска, и пришла в этот же вечер на ваш спектакль Мольера. И вспоминаю еще ваш сольный концерт, когда уже не было сил держать челюсть от смеха. И с тех пор все время ностальгирую по вам, по вашим концертам, по общению с вами. Пусть оно было пассивное, но все равно какая-то обратная связь была. Ну, раз вы ездите на гастроли, может быть, вы приедете когда-нибудь в Омск. Спасибо большое. Интонация у вас замечательная, теплая. Я верю ей и доверительно говорю, что Омск из тех городов, где я бывал. На сцене Омского театра мы играли стулья стеняковые, и я давал концерт. Это было, но уже довольно давно. Но действительно так сейчас уже нет столько сил, чтобы все время ездить. Вот я назвал поездки этого года. А Омск, Омск в моей памяти. Замечательные еще звонки. Пожалуйста, вы в эфире. Это из Иомска, Николай Петрович. Очень приятно. Александр Шендерович, вы в свободе имеете микрофон и стол даже, и, значит, эхо Москвы. Николай Петрович, если есть вопрос даже ко мне, то, пожалуйста, сформулируйте его. Я хотел сказать, вы же, ну, как сказать, вы злой совершенно, злой этот самый. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я, собственно говоря, время от времени специально сюда прихожу, чтобы о себе услышать правду. Так, спасибо, Николай Петрович. У нас есть еще звонки. Алло. Алло. Это Юрий Арсенович, Москва. Очень приятно. Уважаемый Сергей Юрьевич. Слушаю. Вот скажите, ваше отношение к современному театру, вот, на мой взгляд, это сумасшедший дом. Понятно. Спасибо, Юрий Арсенович. Юрий Арсенович, ну вот мы только что эту тему обсудили, я высказал свои опасения. Они не в столь резкой форме, но они совпадают с вашими опасениями. Но вообще говоря, театр сейчас настолько многообразен, что очень трудно и опасно сделать окончательный вывод. В Москве получается примерно тысяча премьер в год. В Москве. И поэтому про весь театр говорить очень трудно. Тут надо как-то так лучом пройтись. Да нет, ну какие-то имена есть. Ну вот я два дня назад посмотрел «Каждый кулик свое болото». Я посмотрел в табакерке спектакль по Фолкнеру «Когда я умирала». Ну, поставленный молодым режиссером Микдаусом Карбаускисом, выпускником Петра Научи Фоменко. Ну, замечательный спектакль. Вот для меня это был вот такой совершенно поразительный театр. Никакого сумасшедшего дома, уверяю вас. Сейчас русская драматическая школа, положенная на поразительного Фолкнера, с литовским режиссером, дает поразительные хорошие результаты. И никакого сумасшедшего дома. А есть сумасшедший дом, конечно, так не ходите. Нет, не ходить это не тот разговор, потому что заманивают, если уже ходят. Но сумасшедшего дома очень много. Но у меня тоже, опять-таки, сегодня я специально выбираю положительные впечатления. И поэтому подскажу, что дядя Ваня, посмотренный в постановке Додина в театре малом драматическом из Петербурга, произвел на меня впечатление, наконец-то, наконец-то Чехов как Чехов. И в полную меру его звучание, и его сложности, и его современности. — Так что, я думаю, никуда русский театр не девается. Вот за что мы можем более-менее быть спокойны, что каждый себе по вкусу и себе в радость найдет что-нибудь. У нас звонок. Пожалуйста. — Это из Омска вас беспокоит, Надежда. Я хочу задать такой вопрос. Меня интересует, выступал ли последние годы Юрский за рубежом? Где и как принимает публика? — Спасибо за вопрос. Спасибо. — За рубежом, ну, так же, как и здесь, есть полные удачи, есть полуудачи. Провалов я, правда, не помню. Я выступал, я сделал очень большую поездку по Соединенным Штатам в 2002 году. В 2003 году мы здесь ездили со спектаклем «Провокация» в Израиль, и я ездил с концертной поездкой в Канаду. И были такие более точечные выезды. Последний был в Женеву. И предыдущие были, вот, скажем, Копенгаген и Брюссель. Да, это все в основном публика наша, то есть наша диаспора, наши эмигранты. Иногда это иностранная публика, например, Брюссель. Это для местных людей был концерт на французском языке, соответственно. И вот тут я могу сказать, вот тут отличие совершенно громадное, потому что просто там ни хуже, ни лучше, там совсем другое. И к этому другому надо было отдать всю жизнь, а я отдал всю жизнь этому, нашему. И мне уже перестраиваться можно только иногда, изредка. И тут и там быть невозможно. — У нас еще звонки. Пожалуйста, вы в эфире. — Геннадий Михайлович, Москва. У меня житейский вопрос. Нашелся ли ваш код? Если не нашелся, извините за соль на рану. — Нет, нашелся. — Ой. — Нашелся. Я боюсь занять последние минуты этим необыкновенным событием. И боюсь вообще публично все это говорить. Но на сороковой день без еды, без воды, без движения, потому что он очень домашний, он закричал. И мы его нашли там, где мы его искали, но он прятался. Он кот, он может спрятаться. В чердаке он может спрятаться. Сейчас мы его лечим и приводим в себя. Но это, может быть, потому я сегодня оптимистичен, потому что это была беда. И какое-то мистическое счастье этого времени, что он обнаружился. — У нас всего, на все, про все три минуты и два звонка. Пожалуйста, в эфире. — Одна секунда. — Вера Николаевна, как относится Сергей Юрьевич к постановкам Фокина? Все, спасибо. — Спасибо. — Постановку Валерия Фокина. — Ой, я не видел всего нового, что он сделал. Опять-таки, количество премьер и мои обязанности смотреть в театрах, в которых я служу, они у меня отобрали остатки времени. Потому что я не видел «Ревизора», я не видел все то, что сделал Валерий. — А «Мертвый душес». — Нет, я не видел. — С Леонтьевым тоже не видел. — Я не видел. Ну вот так получилось. — Это был корыстный вопрос. Потому что я принимал участие в этом спектакле. А хорошо, не нарвался я на комплименты. Пытался, но не получилось. — Вы знаете, я думаю, что мне бы очень понравилось. Если бы я это смотрел, я так знаю по рассказам. Вы знаете, мне очень бы это понравилось. — Замечательно. Замечательно сыгранно. У нас есть еще вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. — Здравствуйте, Виктор. Мы с вами знакомы, но я хотел бы Сергею Юрскому задать вас. — Да-да, пожалуйста. — Сергей, уважаемый Юрский, вы по Питеру не скучаете? В фонтанке, скажем. — Я бываю там. Я недавно приехал оттуда с гастролей и поеду через два дня туда же. Питер в поле моего зрения. Но через 25 лет после отъезда я был бы неблагодарным, если бы я не полюбил мостовые Москвы и бульвары, и все то, что составляет нынешнее место моего жительства. А Питер — моя родина, и ее не забудешь. — Скажите, вот это, раз уж мы вышли на эту тему, вот эта традиционная, идущая задолго до советской власти, как я понимаю, вот эта конкуренция, эта ревность Москвы и Питера, вы ее имели счастье-несчастье ощутить, видимо, с двух сторон, да? Что вы про это думаете? Про отдельно существующую питерскую поэзию, про эту ревность житейскую, литературную, театральную? — Она обоснована, эта ревность. Не только тем, что столица была там, теперь тут, и не знаю, не будет ли снова столица там. Много оснований для этого. Но в моем, в актерском деле, я знаю твердо, что я питерской школы актерской, и она отличается от московской. И еще раз скажу, что гостям в Москве быть хорошо, а вообще говоря, мы разные. И я могу уважать, и могу любить очень московских актеров, но всегда знаю, что я своего, того, Макарьевского с Моховой улицы не могу отдать. И зоны Макарьев, наши учителя, это то, что мы твердо держим в руках. Это был Сергей Юрский, гость программы «Все свободны». Замечательный человек, москвич, петербуржец, актер, режиссер, драматург, потрясающий человек. Оставайтесь с нами. Это была программа «Все свободны». Ее ведущий Виктор Шандерович. Встретимся через неделю. Счастливо. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова